как всегда новый день встречаем вместе с программой утренний фреш меня зовут александр лупиненко я расскажу вам о культурных событиях гомеля а также познакомлю с другими интересными фактами просыпайтесь сегодня на территории гомельской области прогнозируется сплошная облачность возможен небольшой дождь днем температура воздуха составит 4 градуса тепла ветер западного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 14 живых бабочек показывают на выставке тропический рай в картины галереи гаврила ващенко главные экспонаты хрупкие насекомые из азии африки австралии и америки поскольку им нужны особые условия чтобы не замерзнуть пусть в теплую но все же зиму в зале галереи воссоздадут тропический климат в помещении будут поддерживаться комфортные для насекомых температура и влажность поэтому посетители смогут попасть практически в тропике экспозицию приходится постоянно обновлять ведь бабочки живут от нескольких часов до недели доставляют их еще в коконах и это говорит о том что гости галереи смогут стать и свидетелями необыкновенные метаморфозы превращение куколки в бабочку для гомельчан доступна выставка работ международных живописных пленеров посвященных академику станиславу жуковскому в экспозиции картины написанные художниками во время пленеров они позволят посетителям совершить путешествие по живописным уголкам желающие сделать это смогут отправиться во дворец румянцевых и паскевичей их концерты это буйство красок и зажигательных ритмов а появление на концертной площадке настоящий праздник цыганский театр джипси бэнд готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании гомель в честь своего юбилея джипси бэнд подготовили большую концертную программу новое шоу называется танцуй цыганка за 10 лет театром создано множество ярких номеров в юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее в день влюбленных джипси бэнд приедут с единственным концертом в гомель поздравить артистов с юбилеем можно 14 февраля на сцене городского центра культуры 16 февраля в областном центре состоится концертная программа никиты и юрия мониных братья монина являются обладателями грант при международного конкурса ренессанс гитары 2019 в их репертуаре мелодии из известных фильмов романсы обработки народных песен классические произведения а же музыка других стилей и направлений начало концерта в 17.00 зрители будут ждать в городском центре культуры 22 февраля в большом зале городского центра культуры в финале конкурса мистер гомель 2020 встретиться 12 претендентов возраст участников от 18 до 33 лет сейчас они активно готовятся к мероприятию в их ежедневном расписании занятия по хореографии актерскому мастерству фотосессиям и не только до финала им предстоит пройти состязание в спортивных и интеллектуальных направлениях в каждом из них жюри определит своих фаворитов но их имена мы узнаем только на самом конкурсе 22 февраля в гомельском технопарке будет проходить хакатон создай свой проект это 8 часов интенсива во время которого команды будут работать над созданием собственного чат бота и его последующей презентации участниками мероприятия станут ребята в возрасте от 14 до 17 лет которые интересуются айти сферой в рамках программы предусмотрены также мастер-классы по дизайну и копирайтингу созданию чат бота и презентации проекта гомельский областной драматический театр готовит премьеру комедия boeing 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 молодой ловелас придумал беспроигрышную комбинацию у него сразу три подруги стюардессы не имеющие представления о существовании друг друга одна взлетает другая приземляется пока третье находится рядом но в один день налажен механизм дает сбой герой попадает в безвыходное положение но пытается выкрутиться оказываясь тем самым в новых смешных ситуациях примерные показы в гомельском областном драматическом запланированы на 29 февраля 1 и 7 марта в первый день марта в гомеле пройдет международный конкурс молодых исполнителей вокал смайл он позволит открыть не только молодые таланты но и раскрыть творческий потенциал участников в конкурсе может принять участие каждый желающий возрасте от трех лет подробную информацию можно узнать в группе конкурса в социальной сети вконтакте кстати вход в день проведения мероприятия первого марта свободной 4 марта в областном центре будет проходить традиционный конкурс мистер университета имени франциска скорины впервые он был проведен в далеком 1990 году а в этом году состоится уже в 30 раз частью конкурса станут четыре этапа театральной импровизационной литературной и домашнее задание в рамках последнего этапа участникам предстоит своеобразная минута славы каждый всего лишь за три минуты постарается доказать что именно он самый творческий тема этого этапа будет посвящена международному женскому дню она звучит как мое поздравление женщинам в жюри конкурса вошли только представительница женского пола в этом и состоит его особенность в этом сезоне всем участникам конкурса полагаются подарки победители в отдельно взятых конкурсах получат свои заслуженные призы а обладателя приза зрительских симпатий определят конечно же зрители кому же достанется титул мистер университет 2020 определят 4 марта в актовом зале университета имени франциска скорина к другим интересным новостям уникальное строение челюсти позволяет одному ротвейлеру в нью-йорке с одного раза захватывать сразу три пары теннисных мячей в доме своих хозяев он появился шесть лет назад и уникальная особенность питомца начала проявляться уже в два года он любил запихивать в пасть побольше игрушек которые со временем заменились на теннисные мячики недавно пёс установил новый мировой рекорд запихнув в пасть сразу шесть мячей и это абсолютно мировой рекорд поэтому не исключено что пёс попадет в книгу рекордов гиннесса в сети набирает популярность ролик в котором хозяева подшутили над хаски чем вызвали интересную реакцию питомца в одной из семей в китае живут две собаки в какой-то момент люди решили подшутить над одной из них однако ожидали несколько другую ответную реакцию хозяева положили перед собаками одну печеньку самый голодный из питомцев быстро выпросил ее и ушел в другую комнату в этот момент люди достали из-под стола утку и дали кусочек другой собаки и тут не вовремя вернулся второй питомец реакция которого взорвала социальные сети после такого розыгрыша в глазах обманутого пса читался немой вопрос почему не он самый любимый мужчина на автомобиле мчался по трассе и чуть было не наехал на котенка остановившись автомобилист отправился на помощь животному спасатель подобрал его и отвез в ближайшую организацию которая оказывает помощь бездомным животным спустя какое-то время ее сотрудники позвонили мужчине и попросили приехать оказалось что спасенный котенок вовсе не котенок а детеныш дикой рыжей рыси новому хозяину сказали что животное в полном порядке а вот отправится ли малыш обратно в лес или будет жить в новом доме покажет время программа добрый вечер гомель это разговор на актуальные темы рассказ о ярких событиях и жизни гомеля и гомельской области интересные гости в студии и известная ведущая телерадиокомпании гомель сегодня вечером смотрите новый выпуск а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе вконтакте включайте телеканал беларусь 4 в 20 25 это прекрасная возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана звоните в студию делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах это был утренний фреш я александр лупиненко желаю вам продуктивного рабочего дня и улыбок коллег которые подарят вам только хорошее настроение